Музыка Такой был еще вопрос, присылали по поводу все-таки базовых станций. И насколько вам кажется, было бы целесообразно, насколько будет возможности дальнейшее развертывание в сотрудничестве не только России, но и, допустим, странами БРИКС, еще что-то. Потому что чем больше стран принимают участие для дальнейшего использования базовых станций, естественно, становится и меньше стоимость, улучшается качество в многом. Где-то идет интеграция комплектующих, мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент мы не можем обеспечить, скорее всего, и не нужно обеспечивать стопроцентную комплектацию российскую, понятно. Но при этом, на ваш взгляд, есть ли сообразное взаимодействие с дружественными странами или нет? Нет. Я считаю, что перспективы есть, но партнерство, оно реально может возникнуть, когда у нас будет что предложить. Потому что сейчас, например, у нас нет готовых решений с массовым производством. В этом смысле обсуждать партнерство в неравных условиях очень тяжело. Потому что у нас сейчас высокая зависимость условно. Я уверен, что наши производители смогут сделать конкурентные решения. Как только мы это сделаем, как только мы покажем их работоспособность на внутреннем рынке, конечно, можно обсуждать дальше. Но пока надо сделать, и потом уже идти. Хотя, например, с низколетами, там, если у нас все сложится, там цикл будет значительно короче. Да, опять же, если мы будем... Мы будем продавать сервис, слава богу. Ну, это да. Поскольку здесь действительно всегда есть страны, которые находятся с нами в дружественных отношениях. И, естественно, делать какие-то совместные проекты, это взаимовыгодно. И для России, в том числе, естественно, и для тех стран, которые будут участвовать в этих проектах. Поэтому, пускай... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА